Всем привет! Вы на канале TradeFact, с вами Глеб. И в этом видео мы разберем недавний сильнейший рост биткоина, когда он за двое суток дал прибавку более чем на 12,5%. С чем это связано? Разберем все по пунктам, абсолютно все события, которые на это повлияли. А самое главное, мы смоделируем ситуацию, что должно произойти на рынке, чтобы этот рост продолжился и значит ли это то, что у нас потихоньку настает глобальный бычий тренд. Обо всех этих вопросах мы и поговорим на протяжении всего этого видео. Сейчас давайте разберемся с краткосрочными целями, куда может прийти биткоин в случае того, если рост будет продолжаться. То сейчас самый очевидный диапазон, от которого мы уже стоим вторые сутки, это 21500 и где-то 22-2400. В общем весь этот диапазон, весь этот 3,5% коридор сейчас является самым сильным и самым важным диапазоном сопротивления, который пока что биткоин не может преодолеть и где цена затормозилась. Поэтому запоминайте уровни 21500, 22300. Это первый диапазон. Второй, уже более значимый, более сильный диапазон, куда может отправиться биткоин. Это конечно начинается от 23700, 23750 и вплоть до 25000. То есть вот так выглядит следующий диапазон. Тот же коридор в районе 3,5%. Это следующий диапазон сопротивления, куда у нас может отправиться биткоин. В принципе обо всем этом я давал пост в телеграм-канале буквально вчера. Поэтому кто хочет информацию такую получать заранее, кто хочет принимать свои действия на основе аналитики, которые я даю в телеграм-канале, welcome. Ссылка на телегу будет в описании под видео. Также здесь есть много полезностей. Например, иногда я делаю отдельным постом анализ стаканов. Если вам такая информация нужна и важна, то рекомендую ей воспользоваться. Теперь, что касается сценариев, если у нас сейчас биткоин пойдет на коррекцию. Что может происходить? Самый первый, самый такой значимый, важный уровень это 20750-2800. То есть в этот диапазон мы можем свалиться. Всего лишь цене нужно сделать 3,6% вниз. И следующий уровень у нас равняется 20 тысячам. Примерно это 20 тысяч, 20 тысяч 50. То есть биткоин еще может дать от 6,5% где-то до 7,5% похода вниз. В принципе, какой-то более сильной коррекции на текущий момент, на ближайшие несколько дней я не вижу. Во-первых, сегодня у нас начало воскресенья. Это значит, что у нас крипторынок торгуется сам по себе. То есть торги на фондовом рынке у нас начнутся аж с понедельника. Поэтому какой-то особо сильной волатильности или сильной коррекции по биткоину я не вижу. А вот небольшой рост в районе 3-4% у нас, конечно же, еще может состояться. Поэтому, надеюсь, мы по ближайшим целям по биткоин определились. И сейчас давайте самое интересное. Из-за чего у нас произошел вот этот вот рост? Что это значит? Первая, одна из важнейших причин, это, конечно же, индекс доллара. Сейчас очень кратко на пальцах объясню корреляцию. Есть индекс доллара. Это состоявшийся индекс, который относится к США, конечно. И чем у нас идет корреляция обратная, например, индекс доллара у нас растет, то, в принципе, у нас очень себя от этого плохо чувствует фондовый рынок и крипторынок. Но когда у нас индекс доллара ослабевает, то есть сам доллар у нас ослабевает, то начинается переток ликвидности в фондовый и в крипторынок. То есть начинается переток ликвидности в более высокорисковые активы. И вот посмотрите, что у нас было за прошлые два дня. От пиковых двух точек у нас индекс Dixiei падал более чем на 2%. Соответственно, когда у нас доллар слабеет, эти деньги отправляются на фондовый и на крипторынок. То есть причина номер раз у нас началось снижение по индексу Dixiei. Смотрите, как это все выглядит на недельном графике. На текущий момент мы и так находимся уже на очень высоких значениях. И мы видим, что, в принципе, в самую первую поддержку, такую очень значимую масштабную сопротивление мы ударились. И отсюда у нас начался небольшой отскок. То есть это была причина номер один, почему у нас произошел такой рост на крипторынке. Причина номер два, она всегда стабильна. Что у нас произошло на фондовом рынке на примере индекса S&P 500? Вот, посмотрите, что за последние трое рабочих суток у нас был рост более чем на 4%. Это сильнейший, это колоссальный рост. Мы как раз оттолкнулись от значимого уровня диапазона поддержки. Это район 3,900-3,905. И отсюда цена у нас, скажем, ушла вверх более чем на 4%. Конечно же, крипторынок перенял такие позитивные настроения и на себя. Но смотрите, что из интересного произошло. Например, мы замеряли тот же биток за последние двое суток. У нас вырастал где-то на 12,5-13%. Но предыдущий наш гейнер Эфир, который максимально обгонял биткоин за последние двое суток, не показал такую прибавку, показал всего лишь 9,5%. В принципе, если мы рассмотрим топовую альту, то там ситуация та же. Много топовой альты показала меньшую доходность за последние двое суток. С чем это связано? Это связано с доминацией биткоина. Сейчас переключаюсь на недельный график, чтобы показать вам картину. Вот так это выглядит. Мы видим, что мы находимся на предпоследних, самых низких значениях за всю историю существования биткоина, где у нас была доминация. То есть, чем ниже мы находимся, тем больше это говорит о том, что в альтах сейчас больше капитализации, нежели в биткоине. Поэтому мы как раз ударились в очень значимый диапазон поддержки, откуда у нас и произошел отскок. Давайте я вам даже скажу точную цифру отскока, где за последние двое суток мы отскочили на 4%. Это как раз и значит, когда у нас график BTCD, то есть доминация биткоина идет вверх, это значит, что биткоин забирает на себя, перетягивает одеяло с альтов, и большая капитализация, больше денег уходит именно в биткоин. А в альты уходит денег, конечно же, поменьше. Иногда некоторые альты вообще могут стоять попросту на месте, а двигаться лишь один биткоин. То есть это причина номер два, почему у нас вообще вырос биткоин, и почему он вырос сильнее, чем альты. В принципе, это все видно графически, и за этим, конечно же, нужно и интересно наблюдать. Еще одна из важнейших причин, я бы ее даже, наверное, поставил на самое первое место. 13 сентября у нас будет объявление индекса CPI в США. Что это такое? Этот индекс отвечает за уровень инфляции в США. На текущий момент этот уровень составляет 8,5%. И как раз примерно, когда у нас биткоин начал показывать свое такое небольшое восходящее ралли, давайте сейчас скажу точно, когда это было. Это было у нас 9 сентября. То стали известны у нас причины, точнее не причины, а ожидания, что данные по инфляции выйдут, и они будут меньше. То есть они не будут составлять 8,5, а есть уже очень такие четкие сформированные ожидания, что уровень инфляции понизится и будет составлять 8,1%. И это мгновенно начало закладываться в рынок. Биткоин показал колоссальный рост, потому что я не помню, чтобы за сутки биткоин делал более чем 11,5%. Ну вот, допустим, да, у нас был классный рост, но здесь биткоин всего лишь показал там порядка 9%. То есть такой свечи за день на 11%, даже на 11,5% я не видел по истории уже очень давно. Соответственно, следующая причина, по которой произошел вот такой локальный у нас bullrun, это, конечно же, позитивные ожидания, которые уже закладываются в рынок. Кстати, перед 13 сентября, где-то это будет 12 сентября вечером, я буду делать отдельный пост, отдельный выпуск на YouTube-канале с максимально подробным разбором, что будет, что вообще ожидать в краткосрочной перспективе, что ожидать в долгосрочной перспективе. Сейчас скажу таким небольшим спойлером. Если у нас действительно все наши ожидания оправдаются, и мы увидим снижение инфляции до 8,1%, а еще лучше, если мы увидим еще более сильное снижение инфляции, например, на 8, на 7,9, на 7,8, вот где-то в этих диапазонах, то, конечно же, мы увидим продолжение локального бычьего позитива, и это продолжение будет, ну, как минимум, как раз к диапазону, о котором я говорил в самом начале видео, это 24-25 тысяч долларов, то есть цена биткоина у нас еще может сделать от 10 где-то до 16%, поэтому очень многое будет зависеть от данных, которые у нас выйдут по инфляции в США уже буквально через несколько дней. В принципе, основные причины, основные катализаторы, почему у нас биткоин так подрос, я рассказал, и сейчас давайте попытаемся наконец-то ответить на вопрос, окей, а что же будет дальше с биткоином? И здесь я вам уже такую закинул удочку, что очень многое будет зависеть от данных, которые выйдут по инфляции в США за 13 сентября, это, кстати, будет в 15.30 и по киевскому, и по московскому времени. Насколько я знаю, там часовые ПСА не поменялись, и они сейчас абсолютно одинаковые. Поэтому, если мы видим такой паттерн, что инфляция у нас действительно 8,1%, либо еще там становится ниже, то, в принципе, это очень-очень позитивный такой макрофон, который может цену биткоина как раз и отправлять к району 24-25 тысяч долларов. Если у нас произойдет пробитие, например, цена биткоина крепится и уходит выше, чем на 25200, и там закрепляется, например, хотя бы на сутки, то сразу у нас мгновенно открывается дорога в диапазон 27-32 тысячи долларов. Да, это очень размашисто, это диапазон с размерностью 17%, но пока что невозможно четко предугадать, придем мы там на 27-28, либо же на 32 тысячи долларов. Опять же, мы рассматриваем именно тот сценарий, когда на макроэкономическом уровне у нас будут позитивные события, у нас оправдается эта цифра, на которую сейчас построены определенные ожидания. В принципе, что касалось биткоина по ближайшим уровням, по ожиданиям, я с вами информацией поделился. Также напомню за телеграм-канал, если будут какие-то такие экстренные события на рынке происходить, и я не буду успевать выходить на YouTube, я буду об этом писать в телеграм-канале, так что welcome, ссылка будет в описании под видео на телегу, если вам это важно. По индексу, точнее по доминации биткоина, я всю информацию рассказал, советую наблюдать этот график, на TradingView его найти несложно, вы пишете BTC на английском языке, .d добавляете, и вы можете увидеть этот график. Вот, то есть его найти довольно несложно. И что еще из интересного? Из интересного, по доминации сейчас я вам покажу, что у нас может еще дальше происходить. Дальше мы можем увидеть отскок, и отскок у нас будет еще вот, у нас есть отличный уровень, сейчас я его покажу. Вот, то есть у нас по биткоину может произойти еще определенный рост на 2,3%, это что касается доминации. Если мы недавно вырастали на 3,5%, то мы можем себе представить, если у нас еще есть такой зазор по сопротивлению, что биткоин может сделать, ну, конечно, уже не 1,5%, а где-то там 7-8%, это как раз будет где-то 23 300, 23 500. То есть у нас есть еще некий такой зазор, где доминация биткоина очень может легко отскакивать, соответственно, биток будет немножко опережать альты на ближайшие несколько дней. Также эту информацию можете использовать в своих торговых стратегиях. В принципе, всеми основными важными моментами я поделился. Еще из интересного, сейчас я наблюдаю, что очень хорошие новости выходят. Допустим, там MicroStrategy, это одна из крупнейших инвесткомпаний, которая инвестирует именно в криптовалюту, где большая часть занимает биткоин, говорит о том, что, ребята, мы сейчас продаем часть своих акций, которые, и деньги, которые высвободятся, мы направим там что-то в криптовалюту, что-то еще куда-то. И, в принципе, сейчас такой фон делается специально, чтобы цена максимально удерживалась и немножко подгонялась кверху. А чем это закончится, мы уже узнаем совсем в ближайшее время. Ну, как минимум, 13-го числа у нас будет задан определенный вектор. А на этом у меня, пожалуй, все. Если это видео было для вас полезным, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем желаю хорошего дня. Пока!